Редактор субтитров А.Семкин Здравствуйте! Время новостей на пятом канале в студии Герман Токарев. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Проблем не в проворот. Жители улицы Хутор Задония живут ни на кого не надеясь. Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? 9 октября отмечается Всемирный день почты. В библиотеке имени Крупской проходит выставка «Осенний калейдоскоп». Проснулась знаменитой, так можно сказать, о жительнице улицы Хутор Задония Али Афанасьевой. Популярной она стала после выхода сюжета нашей телекомпании о проблемах с водоснабжением. Женщина была так переполнена эмоциями, что не могла внятно говорить о сложившейся ситуации. В итоге почти 5 миллионов просмотров ролика с ее участием на просторах интернета. Счастливая случайность или предопределенная закономерность возможно после приезда съемочной группы 5 телеканала однажды проснетесь знаменитыми и вы. В продолжении темы, только уже серьезно, без юмора. Как мы говорили ранее, несколько дней назад в программе «Азов.Инфо» выходил сюжет о ситуации с отсутствием водоснабжения на той самой улице Хутор Задония из-за порыва трубопровода. Наша съемочная группа сегодня побывала на месте и узнала, что отсутствие воды – это не единственная проблема жителей. Вода. У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Невозможно сказать, что это необходимо для жизни. Ты жизнь и самое большое богатство на свете. А насколько большое известно жителям улицы Хутор Задония в Азове, по многочисленным просьбам которых мы сегодня приехали. У нас это Хутор как заброшенный. Вот сказали, асфальт проложили, асфальта никакого нет. Людей тоже переправляют на работу, тоже не разрешают, типа, что вы там плохо возите, плохо ездите. МЧС должен возить. Нету никаких решений, никаких проблем. В Хуторе беспредел. Никому ничего абсолютно не нужно. Это спасибо, что у нас еще магазин, это самое, Сережа возит нас, продуктами снабжает. Сейчас вот все. Вышла позавчера, хотела переехать в город, чтобы эти, купить лекарства мне закончили. Все, я постояла, развернулась и ушла. Баржа потянула в Турцию, уехала эту трубу. А теперь, не знаем, к холодам у нас нету даже и надежды, что там сделают эту воду. Жители улицы Хутор-Задонье много раз обращались к чиновникам разных уровней с просьбами помочь в решении проблем. Но ничего не изменилось. Азовчане уверены, что о них забыли, а скорее всего даже и не думали. Но нас за это время ни один человек из руководителей не проинформировал, что для этого делается. Никто с нами не встретился. К нам объявлен практически, как я понимаю, моя точка зрения, бойкот. Причем проблема с водоснабжением на этой территории далеко не единичная. Местные жители испытывают сложности по многим направлениям. У нас последние 7 лет не проводится никаких работ в хуторе. Мосты рушатся, нет переходов, дорожки не отсыпаются, везде грязь. Нет освещения у нас. У нас была реконструкция, проходила электролиния. Стояла по всему хутору фонарка. Это все снялось и новое не появилось. Здесь частично сделали фонари, чтобы осветить причал для подхода катера в ночное время. А так вообще темень у вас? Темень. Грязь, темень, мосты поломанные. Пишутся письма. Последнее письмо писал. Сказали, выделено было 103 тысячи на ремонт моста. Но мы их не видели. В настоящее время на улице хутор Задония находится порядка 80 жилых домов. И проживает более 200 человек. Большие трудности испытывают семьи с маленькими детьми. Страшно ходить. Этот мост, он заваливается. Вот страшно реально. Дети идут в школу и... Вот у меня ребенку 4 года, младшему. Мам, а почему эта дырочка здесь? По мосту ребенок идет и спрашивает 4 года. Мам, а я не упаду туда? Это же ненормально. Это страшно, ребята. Это реально просто страшно. Мои дети в этой школе учились. Я заходила... Сейчас она не работает? Работает. Просто учителя нет. У нас переправы сейчас нет, воды нет. Как можно учиться? Поэтому учителя здесь нет. Да. А так приезжают дети, ходят в эту школу, младшие. До 4 класса ученики ходят в эту школу. А этот медпункт, школа. В школе потолки не сегодня, а завтра. Они просто реально ребенку на голову упадут. Сегодня мы услышали настоящий крик души пожилого человека, прожившего на этом берегу без воды и надежды много лет. Мы больные люди, должны... Посмотрите, какой медпункт. Крыша варится чуть-чуть. Фельдшер подставляет чашки, ложки, ведра. Все капает. Все варится. В Рыдковском писали. В газету писали. Всем по барабану. Мы никому не нужны. Мы нужны только тогда, когда надо приехать. И поставить галочку, за кого ты голосуешь. А в остальное начхать на нас. Так и передайте. Не списывайте ничего. Прямым эфиром. Если надо, нехай вызывают. Я им то же самое скажу. Я одной ногой стою в могиле. Мне все равно. Этот сюжет является обращением к администрации. Ведь все эти глаза безмолвным укором смотрят не просто в объектив камеры. Они смотрят прямо в душу. С 4 по 10 октября во многих странах мира, в том числе и в России, отмечается Международная неделя письма, которая проходит с 1957 года. По традиции, неделя письма завершается Всемирным днем почты. Накануне профессионального праздника наша съемочная группа побывала на Азовском почтамте. Азовский почтамт – одно из самых крупных подразделений в Ростовской области, который объединяет 18 городских и 34 сельских отделения почтовой связи. В штате состоит 500 сотрудников, половина из них – почтальоны. За 2021 год Азовский почтамт обработал более 9 миллионов заказной и простой корреспонденции. Доставлено было более 2 миллионов печатных изданий, 4 тысячи ЕМС. Кроме того, от населения было принято более 200 тысяч ценных бандеролей и посылок. По словам Ирины Коноваловой, работа почты – это не только видимый людям труд почтальонов, операторов и начальников отделений. У нас есть еще достаточно большой штат сортировщиков, это участок транзитки, сортировки, водители, которые занимаются непосредственно тем, что они приходят к 5 утра, они сортируют корреспонденцию до отделений почтовой связи. Водители, которые загружаются этой почтой и везут по отделениям, в том числе в сельские, в отдаленные уголки, привозят все необходимое, каждому весточку, письмо, посылку, те же товары народного потребления. Для жителей Азова и Азовского района привычное посещение почты постепенно перестает быть необходимостью. Большинство услуг теперь удобно получать онлайн в мобильном приложении и на сайте Почта России. Здесь можно уточнить график работы ближайшего почтового отделения, в один клик получить дополнительные услуги, а также оставить отзыв о качестве обслуживания. С помощью приложения вы можете отслеживать свои отправления. Также вы можете оформить доставку на дом курьером и заранее оформить посылку, то есть и оплатить ее. Шагая в ногу со временем, Азовский почтант предлагает своим клиентам новейшие сервисы, например, простую электронную подпись, благодаря которой время обслуживания сокращается до минимума. Ее очень элементарно завести, то есть буквально в течение двух минут абсолютно любой оператор зарегистрирует вас при наличии паспорта и мобильного телефона. И после этого вы можете приходить на почту, не имея при себе паспорта, только с мобильным телефоном. То есть вам уже нет необходимости приходить в отделение почтовой связи с паспортом, заполнять извещение. Больше того, в мобильном приложении, если вы ждете какую-то посылку и вбили туда трек-номер, то в мобильном приложении вы можете отслеживать. Вы в режиме онлайн видите, когда эта посылка поступила. Соответственно, вам не надо ждать почтальона, который принесет вам извещение. Вы можете смело идти на почту и получать его. Оператор Татьяна Харсеева называет себя представителем почтовой династии. В детстве ей нравилось приходить на работу к родственнице, которая трудилась почтальоном. Мне на тот момент было лет 10, и я приходила вместе с ней на работу. И, конечно, все это видела, мне все нравилось, и для меня это прям было интересно. И я пошла по выступам. В своей работе Татьяна Харсеева ценит возможность живого общения с людьми. И хотя не всегда клиенты бывают вежливы и уравновешены, она умеет найти подход к каждому. Ну, мне кажется, доброжелательность и улыбка прежде всего. И человек уже видит, что ты идешь к нему навстречу, улыбаешься, и он также тебе отвечает тем же. В городском конкурсе профессионального мастерства Татьяна Харсеева стала лучшим оператором почтовой связи. Теперь она будет представлять микрорегион Южный на всероссийском уровне. По словам Ирины Коноваловой, эффективность работы каждого почтового отделения зависит не только от качества обслуживания клиентов, но во многом и от слаженной деятельности всего коллектива Азовского почтамта, который стал настоящей командой. По роду моей деятельности мне также не приходится много сидеть в кабинете. Я езжу много по отделениям, потому что необходимо оказывать помощь и моим сотрудникам. И в преддверии праздника профессионального общего всегда принято желать карьерного роста, повышения заработных плат. Я хочу пожелать нашим сотрудникам, не только нашим, всем сотрудникам, ввиду того, в какой обстановке мы живем в последнее время, хочется пожелать здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Этот профессиональный праздник напоминает о том, что почта помогает объединять людей разных городов и стран в единое почтовое пространство. Людмила Улихина, Татьяна Ивашенко, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. «Осенний калейдоскоп» – так называется выставка, которая сегодня открылась в Центральной библиотеке имени Крупской. Авторы работ – молодые азовские художницы Наталья Чекалина и Татьяна Беленко. Наши корреспонденты посетили экспозицию и заглянули в цветной осенний калейдоскоп. В связи с непростой эпидемиологической обстановкой, открытие новой художественной выставки библиотеки имени Крупской оказалось немноголюдным. Были приглашены только руководители азовских библиотек. Читальный зал Центральной библиотеки имени Крупской давно стал уже выставочным залом для жителей нашего города. И сегодня в нашем зале открывается выставка двух женщин-художников. Это Чекалина Наталья и Татьяна Беленко. И выставка наша называется «Осенний калейдоскоп». Наталья Чекалина – преподаватель детской художественной школы, участник и лауреат многих всероссийских и международных выставок. По словам художницы, авторский почерк у нее появился вместе с рождением ребенка. И поэтому, скорее всего, главный герой – это такой позитивный, веселый мальчик. И не только мальчик, у меня бывают такие персонажи, как животные. И они тоже почему-то растут. То есть, когда я начинала рисовать, они были такие небольшого возраста, да, там, три года вот так. А потом я слежу за ними, они как-то начинают развиваться и расти. И сейчас, я думаю, вот когда мне будет еще года через два будет юбилей, и я вообще как-то полностью пересмотрю свой стиль, и он будет другой. У меня есть уже наработки на эту тему. На выставке представлены и работы сына Натальи Чекалиной Степана Волобайцева. Каждая выполненная из скульптурного пластилина фигурка имеет свой характер и привлекает внимание посетителей. В отличие от Натальи Чекалиной, Татьяна Беленко представила свои работы на суд зрителей впервые. Будучи по профессии учителем, она, сколько себя помнит, не расставалась с живописью. Мне очень понравилась работа Татьяны Беленко «Кот на желтом фоне». И я думаю, что, может быть, она сама расскажет, почему она рисовала, написала этого кота, с чем это связано. И этот рассказ ее очень произвел на меня большое впечатление, именно эта картина. По словам Татьяны Беленко, история у этой картины очень грустная. Работа была выполнена во время проведения мастер-класса для детей пациентов онкологического центра. Однажды мне позвонили и сказали, что есть девочка, которая хочет порисовать. Я поехала на рисование и работала с ребенком, у которого четвертая стадия онкологии. Ребенок уже понимал, что его ждет в дальнейшем. Это было очень тяжело морально. Первый час шел туговато, но потом девочка разрисовалась, она преобразилась, начала сиять. Она увидела, что у нее получается этот кот, тем более он в таких красках выполнен, жизнерадостных. И девочка прям сияла, как солнце, пока мы рисовали кота. Когда нарисовала, она сказала, что после меня этот кот останется бабушке. Для меня этот кот, память об этом случае, что я помогла ребенку хоть как-то порадоваться, вдохнуть в нее жизнь. Художнице дорога каждая работа, но особенное отношение к образам зверей. Именно в эти картины вложены и настроение, и частичка души. На выставке представлены и работы воспитанников детской художественной школы. Сейчас в эту осеннюю ненастную погоду в наш читальный зал украсили работы этих двух художниц. Они очень яркие, очень красивые, очень сочные. Я приглашаю к нам в читальный зал наших читателей прийти, посетить вместе со своими детьми. Выставка «Осенний калейдоскоп» будет работать до 8 ноября. Екатерина Четверикова, Татьяна Ивашенко, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 61554. Будем делать новости вместе. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Всего вам доброго и хороших выходных. Субтитры делал DimaTorzok Плюс 11 градусов. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. В воскресенье 10 октября ясно. Температура днем плюс 13-15, ночью плюс 7-8. Ветер восточный 6-7 метров в секунду. Влажность воздуха 48%. Уровень воды в реке Дон на 161 сантиметр ниже отметки 0. Температура воды в реке плюс 10 градусов. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok